История – это не только прошлое. История – это и настоящее. И очень быстро пройдут годы, и через несколько лет вы будете тем, что называется хребет страны, основа страны. И если вы сохраните вот это гражданское, патриотическое, нравственное начало в себе, то за будущее можно быть спокойным. Оно будет в надежных руках, в добрый путь. Патриотизм можно формировать и через творчество. Опосредованно. Не прямыми мероприятиями, посвященными патриотизму, а вот такими. Расскажи о своей истории, своей стране. Мам, я хочу, чтобы кончилась война, чтобы мы спокойно во дворах гуляли, чтобы мы в подвалах не сидели, мам. Чтобы по нам из градов не стреляли. Хочу, чтобы вернулся мой отец, такой родной, живой и невредимый. Мам, разве я так многого хочу? Есть категории в вашем чтении, которые в баллах оценить невозможно. Это искренность. Это такое трепетное отношение к тексту. Это вживаемость в образ, который тоже в баллах не оценишь. Как бы ни было это избито, через слезы и боль, повторю, что никто и ничто не забыто. Но вы помяните героя. В 20 лет он ушел на войну, проходя у Донецкого моря до земли. Поклонитесь ему. Это специальная военная операция. Там люди, ну, мои герои на самом деле. Я их очень сильно люблю. За них очень переживаю. И надеюсь, что все с ними будет хорошо, что победа будет за нами. Обязательно. Это Запорожье. В проекте «Просто история» участвовали мои родные. Дочь, брат, сестра, племянница. Желаю всем удачи, побед, новых свершений. Ну, а мы желаем одного быстрее вернуться к вам родными. Удачи! Проект «Просто история» посвящен воинской славе России. Мы, его создатели, предполагали, что включаем сюда молодежь, и у каждого будет своя история. Просто история. В шести номинациях ребята рассказали нам про то, что им дорого, ценно, что берет за душу, что тревожит, и что им очень и очень нравится, и чему они верно служат, и чему откликается сердце. Заявление Советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, нерманские войска напали на нашу страну! Лежит в поле тьма бесусых, седых, грустных, смешных, под дых, не успели, а сели. И вернется вон тот лопоухий с гармошкой, и тот здоровяк, из голенища выпала ложка, и рыжий согнулся в окопе, а уже шагал по Европе. Связь – это важнейшая вещь во время боевых действий. Роль связи в истории Великой Отечественной войны преувеличить невозможно. Связисты, рискуя жизнью, под огнем тянули линии связи, и только благодаря им можно было координировать действия частей и подразделений. Этими историями я очень сильно вдохновилась, и именно поэтому я посвятила свой натюрморт связи. А это моя самая первая модель танка Т-34 в 35-м масштабе. А это моя конкурсная работа – диорама «Штурм Берлина». На этой диораме я изобразил все разрушения здания. «Штурм Берлина» И улыбку твою, что когда-то ласкала и грела, Ни губами, ни взглядом не поймать на лету. Он не любил вспоминать о войне, и тем не менее он был моим героем. Он застал конец войны, освобождая Румынию. Каждое 9 мая мы собираемся с семьей и по разным местам вспоминаем его подвиги. Я помню и я горжусь. История моей бабушки, Бондаренко Лидии Ивановны, она воевала в Великую Отечественную войну, была связистом и прошла путь от Украины, от границы Украины с Россией, от Белгорода до Польши. Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю эту фотографию с самого детства, поэтому за основу взяла именно ее. Для меня война – это страшное время, которое ассоциируется с серыми цветами, поэтому работу я выполнила в монохроме, графическим материалом, углем. На картине изображены два солдата, у которых впереди долгая и счастливая жизнь с чистым небом над головой. В конкурсе «Просто история» я решила принять участие, потому что я считаю, что те события, которые происходили в нашей стране и те события, которые сейчас происходят в нашей стране, это очень важно, и каждый из нас должен помнить и придавать значимость этим событиям. А когда прозвучал набат и мужики ушли, били фашиста и старый млад родного бийска сыны, а у станка ребенок стоял где-то 12 лет, так город мой сделал свой вклад в главную из побед. Несмотря на все трудности, с которыми сталкивались преподаватели и студенты, институт не прекращал свою работу. Многие из ушедших на фронт после войны вернулись в родной вуз в качестве преподавателей, а кто-то вновь сел на студенческую скамью для завершения образования. Ни одна работа не оставила меня равнодушным. Было очень сложно судить. Я считаю, что такой проект в сегодняшней достаточно сложной, нелегкой ситуации он нужен для того, чтобы наша молодежь, ну что говорить молодежь, и все взрослые люди, уже состоявшиеся люди, все мы помнили, какой ценой доставалась та великая победа. В ростах главном, просто важном России слава в сердце каждому! Давайте аплодисменты вузные подарим! Молодцы! Спасибо большое! Организаторы очень постарались. Можно было бы сделать этот конкурс более камерным, этап тоже мог быть более камерным. Можно было бы просто повезти на Сбийске, становиться на этом. Однако они выбрали именно стратегию показать весь Алтайский край, что было просто самым лучшим решением, чтобы показать малую родину, такую, какая она есть, и повозить именно по окрестностям Алтая, что действительно все это связано с Великой Отечественной войной и с другими историческими событиями. У нас у всех есть уже определенный опыт реализации грантов, и наша команда, она определила для себя роли в этом проекте, и мы поняли, что мы справились. Это проба! Проба! Давайте пробуем! Юля, вставай обратно! Красный, шаг вправо, один! Где право-то? Россия была, Россия есть, Россия будет. Россия, это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Россия была, Россия есть, Россия будет.